Выборы школьного самоуправления – это очень серьезное мероприятие для каждого школьника. Голосование приближено к реальным жизненным условиям, что помогает учащимся приобрести важный опыт участия в избирательной кампании. Подробности этого события в нашем следующем репортаже. В 12-й школе к выборам подошли ответственно. Состоялась, как положено, предвыборная кампания. Кандидаты встречались со своими избирателями, излагали предвыборные программы, отвечали на вопросы. Соперничество было нешуточное. Четыре старшеклассника претендовали на место лидера, хотя работа эта нелегкая. Одним из кандидатов был Никита Реднов. Мне нравится проявлять активность, поэтому я выдвинул свою кандидатуру на пост лидера школы. И в том случае, если мне окажут доверие, я хочу внести в школу побольше изменений, то есть привести больше тематических мероприятий и просто улучшить условия для наших школьников. К выборам в школе подготовились отлично. Все всерьез и по-взрослому. Есть кабинки для голосования, избирательные бюллетени, специальные урны для них. Мы постарались создать все условия, чтобы выборы были организованы максимально прозрачными, чтобы все предвыборные кампании наших учащихся были выложены в соцсетях. Члены избирательной комиссии получили всю необходимую информацию для проведения выборов. И они очень старались, чтобы выборы прошли безукоризненно. Проводили достаточное количество занятий, чтобы мы поняли, как ходить по кабинетам, в какой форме нам ходить, как принимать на избирательных участках бюллетени, как их раздавать, что ожидать от учащихся, которые приходят голосовать. То есть было множество правил. Каждый избиратель смог полностью реализовать свои права. Я не первый раз участвую в выборах лидера школы. И я считаю, что это очень ответственное мероприятие, потому что именно от нас и от того, кого мы выберем, зависит в дальнейшем наша школьная жизнь. Ребята сделали свой выбор. Лидером самоуправления школы стала Элеонора Лунёва, ее заместителем Никита Реднов. Побывала наша съемочная группа и в третьей школе, где также учащиеся выбирали своего лидера. О выборах здесь позаботились, чтобы они прошли по всем правилам. Мы подготовили все необходимое. То есть у нас есть урны, у нас есть кабинки, у нас есть бюллетени. Каждый класс у нас приходит в отдельное время. То есть мы соблюдаем также правила эпидемиологических ситуаций. У нас есть стенд, там где расположены кандидаты, их программы предвыборные, то есть чтобы дети могли подойти, ознакомиться с ними и, соответственно, сделать свой выбор. Ученики, которые выдвинули свои кандидатуры в лидеры школьного самоуправления, были настроены на позитивные изменения к лучшему. Каждый кандидат представил избирателям свою предвыборную программу, как на настоящих выборах. В нашей школе достаточно талантливых учащихся, которые должны пробовать себя в конкурсах творческих и олимпиадных, по разным предметам, должны проявлять себя в самоуправлении. К сожалению, не все об этом знают, поэтому в первую очередь главное положение моей программы – это привлечение как можно большего числа учащихся в спортивные, творческие, образовательные мероприятия и конкурсы. Алексей Абаев набрал больше всех голосов избирателей, стал лидером самоуправления. Его заместителем по итогам выборов стала Милена Полтавских. Всем им предстоит в ближайший год заниматься развитием самоуправления, быть инициаторами интересных мероприятий, организаторами добрых дел, налаживать максимально эффективный диалог между учащимися и школьной администрацией. Андрей Вишневский, Георгий Калинин, программа «События». Андрей Вишневский, Георгий Калинин, программа «События». Андрей Вишневский, Георгий Калинин, программа «События».